Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. Хочу завершить серию роликов, связанную с вестником, и показать вам картинки, которые являются рисунками Нострадамуса, поскольку не все их видели. Пошли, что все задаются вопросом, кто вестник, мужчина или женщина? В текстах предвидения говорится, что мужчина и женщина известны. Ну, понятно, что первый вестник – это Евгений Гусев, поскольку он перевел тексты, передал нам предвидение, то есть план работы, который должен быть реализован. Вот кто его реализует – непонятно, потому что по рисункам есть на рисунках и мужчина, и женщина. И если визуально определять этого человека, то личность достаточно такая яркая, высокая, массивная, вот честно, конечно, сложно определить эту личность среди блогеров, поскольку многие работают за кадром. Хотелось бы, чтобы все показали свое лицо. Но визуально она мне напомнила Ольгу Коликову. Я вам хочу сказать, что очень такая интересная личность, хороший проповедник, умничка. Я сейчас вам покажу вот эти рисуночки. Вот здесь изображен мужчина. Но посмотрите на заднем плане, видим ножку. Но она не маленькая ножка, она женская, но не маленькая. Женщина достаточно крупная. Он же видел как-то картинка, мне все это. Понятно, что по одежде-то сложно определить. Тут еще шапку у нее, наверное, какая-то нестандартная. Да и одежда нестандартная. Но одежда, по крайней мере, типичная для женщин, крупногабаритная, не для тоненьких. Вот здесь вот она сняла тиару. Начальник там какие-то ленточки. Косичка на голове заплетенная. Здесь она уже по-другому смотрится. Здесь как-то вроде пониже чуть-чуть. Здесь вот опять высокая. Ну, здесь вот что-то типа волос видно. Ну, сложно тут определить сочетание. Какие-то яркие в одежде. Вот эта картинка. Вот еще. Ну, вот когда все блогеры покажут свое лицо, покажут свои знания, умения, то тогда, возможно, мы определим, кто вестник. На этом все. Все вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok